Обеспокоены блокадой сегодня были и министры. Снова стали пугать украинцев чрезвычайными мерами в энергетике. Значит ли это, что у нас потушат свет? Прогнозами поделился Александр Васильченко. Он следил за работой министров. Энергетическая и экономическая блокада на Донбассе не отвечает интересам Украины. Такими словами Владимир Гройсман сегодня открыл заседание правительства. Премьер считает, это ставит под угрозу экономический рост страны. Он подчеркнул, действия участников блокады координируются со стороны государства-агрессора. О негативном влиянии блокады говорит и министр финансов. По предварительным подсчетам падение ВВП страны составит порядка 1,3%. По словам Данилюка это средний сценарий, но показатель может быть и ниже. Тем временем министр энергетики и угольной промышленности утверждает. Ситуация сложная, но пока контролируемая. Не смотря на то, что в энергетической сфере створили надзвучайные условия функционирования, и уже почти 60 дней мы функционируем, в таких условиях, то должен сказать, что объединенная нейросистема работает в штатном режиме. Обмежений по споживанию верных отключений с усилиями, которые прикладает Министерство и Кабинет Министров в Украине, нет. И то, что вы вспомнили сегодня, что в липень месяце поднимали это вопрос, оно отыграло также великую роль. О роли действий на опережение говорит и сам глава правительства. Гройсман считает, удержать энергетический сектор на плаву удалось благодаря увеличению запасов энергоносителей в зимний период. Премьер заявил, в этом отопительном сезоне Украина полностью отказалась от российского газа, что способствовало началу энергетической независимости страны. Но блокада пошатнула ситуацию, так как сэкономленный энергоресурс не безграничен. Назвичайные заходы в энергетике еще на месяц. Назвичайные заходы, это не надзвичайный стан, это надзвичайные заходы, позволяют нам змінить режим регулирования и функционирования энергетической системы. Но она на износ не может работать, вы же это понимаете сами. Потому что то, что будут проблемы с этим, у меня сомнева нет. Но мы все делаем для того, чтобы минимизировать и отдалить любые негативные последствия. Минимизировать негативные последствия премьер предлагает путем экономии угля марки «Антрацит». Он используется в металлургическом и электроэнергетическом секторах. До конца года нам нужно всего-навсего, чтобы обеспечить 4,2 миллиона тонн. С 9,5, которые должны были, которые реализовывались в 2016 году. Это «Антрацит» ты скажешь? Да. Как альтернативу Кабмин утвердил проект «Днестровская ГАЭС». В этом году там начинает строительство второй очереди четвертого гидроагрегата. Закончить планируют в 2020-м. По предварительным расчетам проект обойдется практически в 3 миллиарда гривен. По словам руководства станции, это значительно повысит эффективность работы ГАЭС и уменьшит потребление антрацита. «Днестровская ГАЭС экономит в год миллион 100 тысяч тонн вугиля и приблизительно где-то 250 миллионов метров кубичных газов». «Зараз мы затвердживаем с вами проект четвертого агрегата. Это еще будет уменьшение на 1 миллион тонн вугиля». Однако министр экологии заявил, в разработке проекта не участвуют специалисты его ведомства. А строительство таких масштабов может повлиять на окружающую среду. Поэтому должно проходить под надзором экологов. «Без позитивного висновка государственной экологической экспертизы не можно реализовывать этот проект, даже его финансировать. Поэтому, коллеги, я бы просил включать Министерство природы в дискуссию при подготовке. То, что это протокольное доручение, отдельное протокольное доручение, А пока министры разбирались, кто должен поставить разрешительную подпись под строительством Днестровской ГАЭС, Гройсман заверил, перебоев со светом быть не должно, энергетическая отрасль работает в штатном режиме. По крайней мере, еще месяц.